Здравствуйте, меня зовут Илья. Я хочу рассказать о своем проекте Домосай. Суть проекта заключается в том, что у всех домов есть веб-страница и эти дома заселяют реальные жители и управляющие организации ТСЖ или ЖКХ и так далее. И эти люди и управляющие организации решают совместно свои жизненные вопросы. В помощь нам постановление Российской Федерации, которое обязывает все ТСЖ и управляющие организации иметь официальную веб-страницу. А для жителей мы готовим специальные сервисы, им интересно пообщаться, познакомиться, обрасти связями. Было бы замечательно знать, кто у вас врач, электрик, юрист в доме, если что, к нему обратиться. На текущий момент у нас заселено по всей России более 2000 домов, которые активно работают и трудятся там. И на сегодняшний день нам нужно привлечь второй раунд инвестиций в размере 600 тысяч долларов, для того, чтобы просто это масштабировать решение. В России домов, наверное, миллионы. Кто будет заниматься этим, собственно, поддержкой, созданием этих страничек для домов? Они генерируются автоматически на основе адресного справочника и карты. Пользователь заселяется в дом виртуальный, и в случае, когда там никого нет, он может пригласить сюда своих соседей в этот дом, расклеивая объявление у нас там. Это набор таких мини-сообществ социальных сетей, которые каждый по-своему общается на уровне подъезда, дома, района, квартала, города и так далее. А с точки зрения бизнес-модели, в чем там фишка? Фишка в том, что если мы соберем пользователей по географическому признаку, то мы станем очень хорошей площадкой для ящичной рекламы. Ваша модель зарабатывания денег – это продавать рекламу на таргетированные географические какие-то истории. То, что вы рассказываете, на самом деле, по большому счету, во многом относится к зоне действия электронного правительства, электронного управления. Как серьезная довеска для поддержания интересов пользователей к вот этим всем сервисам, это, наверное, может работать. Я бы вам советовал, конечно же, искать партнеров среди муниципальных образований. А инвестиции вам следует искать, мне кажется, в инвестиционных фондах, понятное дело, но скорее в каких-то, в каждом городе, по крайней мере в Москве, есть программа поддержки инновационного бизнеса такого сорта. То есть, мне кажется, что на региональном уровне – это самое правильное направление. Продолжение следует...